Слава Богу, попросили засвидетельствовать. В моей жизни много свидетельств. Я приняла Господа с 1999 года. Но хотелось бы, как мы приехали, я и моя дочь, старшая Анастасия, и на сердце так лежит свидетельство и переживание свои, и что с ней происходило, со мной и вообще в церкви происходило в связи с событиями. В 2014 году Анастасия попала в хирургию. И в хирургии обнаружили у нее большой сахар и признали диабет, сахарный диабет, инсулинозависимая, первый тип. Ну, естественно, я, допустим, не знала, что это за диагноз. Но когда я в интернет зашла и прочитала, что это такое страшное, конечно, было очень неприятно. Я понимаю, что дьявол, он хочет просто убить ее. Начались военные действия у нас в Мариуполе и прекратилась поставка инсулина. Настя на тот момент училась в МГУ на филологическом факультете, украинская филология. Но из-за недостатка инсулина мы принимаем решение, что она поступает в Харьков, в педагогический университет имени Сковороды. Это крупнейший университет у нас в Украине. И хорошее образование иметь может, диплом. Она поступает в Харьков, там достаточно инсулина было. И как-то она приезжает домой, это был апрель месяц, это 2015 год. Она приезжает домой, побыла дома немножко и уехала в Харьков. И у нас в Украине после 15 апреля перестают отапливаться и поезда, и отопление по всему, по квартирное отопление. И она ехала и, скорее всего, простыла. Приехала на место, в общежитие она была, но я почувствовала, что, когда я с ней разговаривала по телефону, что что-то не то, ей все хуже и хуже. Но тогда, не зная еще так досконально болезнь, именно диабетическую, я не понимала, что там с ней происходит. Я вижу, что ей хуже. У нее на тот момент уже началась диабетическая дышка. Хуже, хуже. И в один прекрасный момент я ей звоню, а она подняла трубку, ее забрала скорая уже в Харькове, там же. Забрала скорая. Я говорю, Настя, что, мама, у меня все нормально. Но у нее характер, хорошо ли это, плохо. Она никогда не скажет, что у нее что-то плохо. Настя, как говорят, партизанка. Ее, ну никак, плохо, хорошо, ей все хорошо. У нее все норма. И часов семь вечера я перезваниваю очередной раз. И трубку взяла уже женщина, другой голос. Представьте мое ощущение. Другой голос, не моей дочери. И женщина сказала, приезжайте, потому что она уходит из жизни. К ней персонал не подходит. Она лежит и просто вокруг нее подошли, ушли, подошли, ушли. Она говорит, она вам не может ответить даже. Но у нас, это у вас тут как-то распространены автомобили в каждом доме, слава богу за это. Но у нас как? Я сразу приняла решение выезжать в Харьков, с Мариуполя в Харьков, потому что уже чужой человек сказал, что выезжайте, ибо она умирает. Я позвонила быстренько на молитвенную цепочку руководителю молодежному. И говорю, ребят, Настя уходит, надо молитвенная поддержка. Через время мне перезвонил брат, друг нашей церкви. Спросил Наталья, что там, да как? Говорю, Василий, вот так и вот так вот происходит. Я выезжаю завтра утром в шесть. Он говорит, какое утром? Я сейчас оплачу такси, лети туда. И пока вот эти приготовления... Я выехала с Мариуполя в одиннадцать вечера, ночи. Пока я ехала, естественно, я молилась. Свидетельствовала таксисту этому. У меня переживание было, знаете как? Я ее вижу в гробу. Это нормальное явление для всех матерей, любящих матерей, прежде всего. Я уже думаю, Господи, где я куплю платье ей, потому что она не замужняя, а принято девушек хоронить в наряде невесты, которые в молодом возрасте уходят. Сатана такие картины писал. Это просто не передать. Кто переживал, немножко это меня понимает. Но Господь поддерживал. Была борьба. Я очень пережила эту борьбу, когда теряешь своего ребенка. Очень сильно. Когда ты понимаешь, что вот оно пришло, что писали в интернете, что с этим диагнозом малых тут живет, ну, не передать это так. В 5 часов утра я залетела в эту терапию. Мне очень поразила халатность медицины. Очень поразила. Девочка, говоря, что у меня я инсулинозависимый, сахарный диабет. Даже не предприняли вот эти вот моменты, которые снижать сахара. Просто ходили вокруг нее. Ну, умрет, умрет. У меня холодом пробрало то, что медсестра спит на посту, спит. В 5 часов утра она спит. У нее такой тяжелый пациент. И эта девушка спит. Я залетела в эту, в палату. Я вижу, у Насти уже дыхание. Я вижу, она уходит. Глаза мутные. Ну, она узнала меня. Мамочка, привет. Настя, как ты? Все нормально. Она уходит, у нее все нормально. Дай только пить. В общем, подошло время. Я подняла на ноги медперсонал. Съехали 7 профессоров со всего Харькова. 7 профессоров. Нефрологи, нефрологи, эндокринологи. Было 7 человек. И вот они вокруг нее обступили. Смотрят. А у нее уже от ацетона по спине вот такие фрунклы пошли. Вот эти язвы. Я слышу, один говорит, летальный исход. Зачем нам в отделении летальный исход? Зачем нам в отделении летальный исход? И никто не хотел брать ее в свое отделение. И только девчонка худенькая, маленькая такая, говорит, я ее забираю в токсихологию, в реанимацию. Ну, Настя уже все, она уже уходила. Быстро приехала амбулаторная скорая. Забрали ее в реанимацию. Все, у меня так, телефоны все забирайте. Дали список лекарств, какие покупить. И все. И меня с ней разлучили. В реанимации, в токсикологии, там в Харькове, вот так стоит 20 или 25 кроватей. И там люди, которые суицидники, которые наркоманы, алкоголики, попадают в эту реанимацию, именно в эту палату. И их откачивают там. И там по 6, по 7 человек, трупов вывозят. И представьте мне, а у меня там мое дитё. То есть мне врачи говорят, нет, мы абсолютно вам. У нее тяжелое, лоббильное. То есть ничего мне никто не говорил, даже никакой надежды на то, что она выживет. Но я же с Господом и Дух Святой во мне. И я осознала это переживание, именно переживание жизни и смерти. Вот эту границу жизни и смерти. Я говорю, Господи, она тоже дочь Твоя. Она с детства знает Писание. Она верит в то, что Ты вечный Бог. Но Иисус, Ты понес наши все немощи и болезни. Но я не верю, чтобы христианин имел болезни. Но не верю я. Потому что болезни Ты распял на кресте еще 2000 лет назад. С такими переживаниями я пошла в общежитие, там, где Настя жила на тот момент. Я пришла, чисто открыла ноутбук ее, нашла проповеди. И с вот этими проповедями я так и уснула. А, я вечером еще была у нее. Вечером была у нее, и ее уже ацетон сняли, и ей стало получше. Далее мне разрешили дать ей телефон мобильный. И я же пошла тогда уже в общежитие. А представьте, ночь все равно, как бы переживаешь, и с этим телефоном лежишь и думаешь. Вот сейчас позвонят, и они беспардонны, никто до утра даже как бы не держит. А вот случилось это, позвонили и сообщили, что там нету человека. Дожила я до утра, и в 7 часов я звоню и говорю, Настя, она подняла трубку, Настя, как ты? Она говорит, все нормально. Мам, приедь сюда, пожалуйста, быстрей. Я говорю, что случилось? Я не могу тебе это по телефону сказать. Приедь, пожалуйста, сюда. Я хочу смотреть тебе в глаза и это рассказывать. Но я думаю, более подробное ей это переживание она сама расскажет. У нее, она впала в кому, и в 3 часа она была в отключке. И во время этой комы у нее произошла клиническая смерть. Но она сейчас расскажет, что происходило в тот момент. Я вас приветствую. Я тот человек, за которого только что рассказывали. Я жива, здорова. Ну как здорова, относительно. Продолжу историю, которую мама начала. На тот момент мне было так не очень хорошо. Чувствовалась тяжесть во всем теле. В общем, очень плохо было. И потом я просто не могла уснуть вообще долгое время. Потому что все болело, все тянуло. Просто о сне даже и речи не было. Но потом я так хорошо уснула как-то вообще. И мне так хорошо было, до такой степени легко. И я вижу, как будто снится мне сон. Я куда-то поднимаюсь вверх, как лечу вообще. Смотрю, что-то непонятное такое ощущение. Это передать в словах невозможно просто. То, что я чувствовала на тот момент. И смотрю, я подлетаю к каким-то воротам. Ворота в облаках были. И я вижу до такой степени красивые. И золотые они полностью, и золото. Я захожу в эти ворота и вижу образ. Образ, который рисует Иисус. Знаете, вот с такими удлиненными волосами, с такой доброй улыбкой, с добрыми глазами. Это такое было доброе лицо, что я за свою жизнь ни разу такого не видела. Я вижу, что он берет из ниоткуда платья, такие белые, красивые платья, белоснежные. И из ниоткуда их берет и ложит их на кучку. Ну, я же человек верующий знаю, что когда человек верующий переходит в вечность, то ему, если он правильно жил, исполнял заповеди Божьи, ему полагается наряд белый. Я думаю, ну, наконец-то. Дожилась я до этого момента. Думаю, вот мое платье. Я тяну руки. Я себя не вижу. Я вижу только, что я протянула руки. И мне улыбается это лицо. И говорит, что... А, чуть-чуть не так. Из этих платьев открылся шкаф рядышком. И из этого шкафа вышло очень красивое белое платье. Я как сейчас помню, как оно выглядело. Оно было белое прямое платье. И перевязь такая была на платье. И вся из золота. Оно до такой степени красивое было. Я тянулась к этому платью. Но Бог сказал мне, пока не время. И после этого я просто очнулась. Очнулась. И под этим впечатлением думаю, сон это был или не сон. На тот момент я просто не знала, что это такое было. Но я очнулась и вижу, что вокруг меня ходит медперсонал. Я уже... Меня покупали, одели, уже подготовили меня везти в морг. Потому что три часа я была в отключке. Вокруг меня рядом лежал парень, потом рассказывал, говорит, что меня приводили в чувства, а я в чувства не прихожу. Ну и решили, что уже все. Как бы можно прощаться с человеком. Вот и... Я тогда почувствовала, потом уже онемение у меня пошло. У меня онемело челюсть полностью. Я разговаривала, точнее даже не разговаривала, со мной разговаривали. Я могла там сказать, да, нет, пальцы они имели на руках, на ногах. Я не чувствовала ничего. Я уже когда начала как бы вставать, ходить, открыла кран, смотрю, вода до такой степени горячая, что пар идет. Я руки подставляю, я его не чувствую вообще. Ни воды самой, ни температуры воды вообще. Для меня это ничего не чувствуется. И пошли очень большие проблемы. Я не могла ни кушать, не могла ни разговаривать. Но, слава Богу, Бог сейчас все восстановил. Сейчас я прекрасно разговариваю. Могу и улыбаться. На тот момент я не улыбалась вообще. У меня каменное лицо было полностью. Никаких эмоций она не передавала. Я чувствую каждый свой пальчик на руках, на ногах. Бог помог мне освоить фортепиано. Для меня это было большим одаром, когда я пальцы не чувствовала, потому что он как опианист без пальцев. Слава Богу, он все это восстановил. И до такой степени это было так чудесно. Я лежала уже дома. Меня забрали в Мариуполь. Дома я лежала в кровати и вижу, как у меня на ногах краснеют пальцы. Вообще ни с того ни с сего. Прилив крови начал подходить. У меня мурашки по всему телу побежали из-за того, что я перепугалась. Думаю, что это случилось? На самом деле это Бог таким чудным образом меня все восстанавливал, чувствительность восстанавливал. Почему человек, когда умирает, самое первое, это же нервное окончание. Они отмирают. И это было как доказательством того, что клиническая смерть все-таки была. Но то, что Бог мне показал, это дало мне очень большой толчок дальше в жизни. Я знаю, что если Бог что-то сказал, то это и случится. И когда мне только поставили диагноз, мы молились, и Бог мне сказал, что это болезнь к моей славе, что я тебя исцелю. Но все знают, что если Бог обещал, он исполнит. И для меня, как пример, Божий муж Авраам, он ему тоже сына обещал, но сына дал только через 25 лет. Поэтому когда меня Бог исцелит, через минуту, через 20 лет, через 30, это уже как бы не мое дело. Я только верю и знаю, что Бог, Он великий Бог. И если какие-то у вас в жизни ситуации происходят, в которых вы не знаете для чего это, верьте, что это все по Божьей воле. Я немножко дополню, да? После этого, конечно, мы долго лечили Настю, привезли в Мариуполь. Настя говорит, мама, я в Харькове не буду, мне все равно какой там диплом дадут, я не могу, я не хочу, я хочу домой. Ну и Бог также дал устройство, что она училась на бюджете в Харькове. И чудным образом ей закрыли вот эти задолженности, которые произошли с тем, что она проходила вот это испытание в болезни. Закрыли ей задолженности и в Мариуполе на такой же факультет филологический украинского языка, литературы. Мы перешли на второй курс уже, то есть после Харькова, тоже так же же на бюджет. Ну и еще похвалюсь Господу, Бог даровал Насте мудрость, она, у нее два образования, вот она заканчивает. Она историк, как говорят у нас, до мозга костей историк, очень любит исторический. То есть она заканчивает, вот два диплома у нее будет, на дневном отделении она учит филологию украинскую и на заочном отделении учит историю. Вот так, и еще она уже у нас выхованка, так, учителька, учительница, она работала в школе год. То есть нагрузка, я к чему говорю, что нагрузка у нее, колоссальная нагрузка, она несет служение в церкви, учитель воскресной школы, на музыкант, и одаренный музыкант, слава Богу, здесь как-то пробка, но там сильно, в Мариуполе, это все происходит. И с детьми, с подростками какая-то песня, она разбирает каждую, для каждого музыканта, для аккордеона свою партию, для Баяна, свою партию, скрипки две, та скрипка, свою партию, то есть дети, и у нас сейчас вот уже, вот так вот, Дух Святой, Бог работает, дети, подростки, 12-13 лет, для каждого разобрать партию, и еще там же они, кто в ухо залезет, кто смычком волосы почухает, вот представьте, вот это вот детвора, когда соберешь, и не остановишь, но Бог все равно действует, останавливает, и через нашу игру прославляется имя Божье, и мы очень благодарим, что у нас, я считаю, что со взрослыми людьми легче справиться, а вот мы как бы не ищем легких путей, а ищем благословений. в течение года еще у нее было шесть реанимаций, в прошлом году, в 16-м, начало 17-го, если взять, шесть реанимаций она пережила, то есть враг взялся за ее душу конкретно, но вы слышали ее свидетельство, да, не достанусь я тебя, тебе, дьявол, поэтому вот такое свидетельство. Конечно, можно много говорить, у меня и муж каким образом пришел к Господу, бывший военный, с такими утвержденными понятиями в жизни, атеистом мозга костей, прошелший бабок, колдовок и колдунов, и который нашел покой в Господе в церкви, это отдельное свидетельство, ну, пока так. Спасибо, что заняли багато часу вашего. Спасибо. Спасибо.